В первую очередь, тебя хочется поздравить с возвращением на поле. 30 минут в Самаре, сейчас 45. Как самочувствие? Ну, спасибо за поздравления. Действительно, сейчас важно лично для меня набрать физическую форму и наиграть хотя бы какое-то количество времени игрового в дубле, чтобы вернуться в состав в основной. Сумочувствие хорошее, с каждой игрой чувствую все больше и больше сил. И надеюсь, что в ближайшее время докажу тренировок в основе, что можно обратно меня вернуть. Пропущено очень много и подготовительного процесса давно не было в таком регулярном тренировочном. Как бы оценил сейчас вообще свою физическую форму? То есть, можешь сказать, что с нуля приходится все-таки ее набирать и игры молодежки, это как инструмент сделать это быстрее? Или все-таки недели две-три, может быть, уже будешь готов? Ну, не скажу, что с нуля приходится набирать. Все-таки, пока не мог тренироваться на поле, тренировался в тренажерном зале. Именно с нуля приходится вспоминать те игровые движения на поле именно. Вот. А физически, в принципе, хорошо себя чувствую. Единственное, как многие заметили, не хватает какой-то взрывной скорости, наверное. Но это придет через, наверное, недели-две, да, может быть. В сегодняшней игре очень непростой соперник. Соперник, который лидирует в таблице. Что можно сказать по тому, как Рубин действовал и что не получилось сегодня у Крым? Ну, скажу сразу, что это соперник, хорошо организованный, именно как команда. Мы тоже очень хорошо действовали, но, скажу, что Рубин – это не команда, которая займет первое место. Потому что я играл против команд в дубле, которые занимали первое место. И это Рубин еще, я думаю, опустится. Потому что, если считать, что мы последняя команда, и мы, как минимум, не проиграли им ни в чем. Единственное, что нам не повезло, что такие вот отскоки от штанги попадают нападающему, и он забивает пустые ворота. Это вот единственное, им, да, повезло в какой-то момент. А по игре, ну, второй там мы контролировали, я считаю, игру. В первом мы играли на равных. Единственное, что нам не хватает – это креатива в атаке, какого-то, каких-то движений, таких необычных, чтобы что-то придумать интересное нападением. Мы делаем одно и то же практически. Вот это вот прибавить, если креатива, то, я думаю, мы бы забивали много больше мячей. Чувствуешь, что сегодня даже те 45 минут, которые ты был на поле, партнеры все-таки чаще через тебя играют, чаще тебя именно ищут на поле? Ну, я как бы сам этого хотел. Но спасибо ребятам, если они мне доверяют. Стараются играть чаще через меня. Я просто, может быть, я... Ну, я чувствовал, что у меня постоянно было большое пространство передо мной, и я уже сам кричал партнерам, чтобы они переводили мяч на меня. Потому что там пустая зона у меня часто была, часто пустые зоны оказывались, и как бы старались этим воспользоваться, чтобы забить голы, выиграть. Единственное, что у нас не получилось – забить голы. Так мы контролировали игру, и единственное, нам не хватило в некоторых моментах удачи, и как у наших, так и у чужих ворот. Спасибо. 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 Спасибо.